Хоть что-нибудь! Хорошо, начну с главного. Война не окончена. То есть, как это не окончено? А, не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план ЩИП. Сеть станций радиоподавления, покрывающая территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не наврекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артем с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Светлослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но... Артем, чем молча глазами сверкать? Проверь лучший эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Ах, понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилки, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и убрали из Москвы. Ах, тупый трибунар не нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Командование обороны Москвы. Слышала про невидимых наблюдателей? Слышала, но это же просто сказки. Не сказки. Это они и есть. Уверен, что они Москву защищают, они свои задницы. И что за «Ковчег»? Ну-ка, ну-ка, это что? Всем слушать. Ну-ка. Так, где там номер? Только сплотив ряды, мы сможем преодолеть все невзгоды. Так, вот здесь, значит. Ага, гора Ямонтар. Ясно, маршрут высовывается примерно такой. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект «Ковчег» — это целый подземный город. Огромные запасы техника, лучшие специалисты. Это ставка Верховного Главнокомандующего. Там все руководство страны. И они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится. Все, вы понимаете это. Начинается новая жизнь для всех выживших. Ура! А с женщинами там, кстати, как ситуация. Орлы! Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это... Это я мигом. Это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю анютины глазки. Да иди ты. Безюм! Еще лучше. Да ну! А как насчет Авроры? Богиня Утренней Зари и Крейсер... Ну, сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но Крейсер чего? А, потом расскажу. Значит, решено. Тогда завро... Завро! Артем, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак полный вперед. Есть! Пойду и я слышу. Смешивого хрустного. Маршрут. Сколько же нам туда ехать? Как ты, Илёша? Как ты, Илёша?